Дима Антонюк – активный молодой человек. Он занимается рукопашным боем, плаванием и лыжными гонками. Последний вид спорта у него основной и самый любимый. Это очень полезно для здоровья. Тренировка у нас в свежем воздухе, не в зале душном. Удобно, мне нравится еще самому. У нас, наверное, такой уникальный вид спорта, когда все мышцы, все группы мышц работают, поэтому нет какой-то однобокости. Ну и потом, это же природа, это всегда свежий воздух. И мне кажется, это один из самых лучших видов спорта. Лыжные гонки – один из самых популярных в России видов спорта, поэтому недостатка в учениках школы не испытывают, а лыжня никогда не пустует. Правда, еще 15 лет назад серьезных соревнований для младшей возрастной группы спортсменов, на которых можно было бы не только испытать свои силы, но и получить разряд, в Московской области не проводили. А желающих состязаться было предостаточно. Так и появился в регионе кубок по лыжным гонкам на призы олимпийских чемпионов. Четвертый его этап, а всего их шесть, носит имя жительницы Одинцовского района, героя России Ларисы Лазутиной. Мы соберем президиум Федерации лыжных гонок Московской области после сезона, примем такое решение, обсудим и будем объединять. Например, тот же Николай Семенов Зимятов не против, чтобы было имени Зимятова и Девятьярова. Там также, например, Лариса Евгеньевна Лазутина не против, чтобы было имени Лазутина и Виальбе, чтобы все имена олимпийских чемпионов звучали. На соревнования в Одинцово приехали несколько сот юношей и девушек со всего Подмосковья. Всем без исключения предстояло преодолеть дистанцию 3 километра классическим стилем. Так получилось, что в этом году младший подготовительный возраст, фактически все туры бегут классикой, что, в общем-то, здорово, поскольку это основа вообще лыжных ходов и перехода даже на тот же свободный ход. Нужно поймать фазу скольжения. И отказываться от классики нельзя, это основа основ. Трасса по силам будет всем. К соревнованиям участники готовились основательно, оттачивали технику, отрабатывали ускорение. Тренировки в спортшколах проходят практически ежедневно. Единственное, что невозможно предусмотреть – это погода. В день гонки температура воздуха поднялась чуть выше нуля. Правда, по словам профессионалов, это на результат повлиять не должно. Нужно правильно подобрать смазку, но я думаю, тренеры уже у нас профессионалы. Но хочу сказать, что снега хватает. Трасса очень хорошо подготовлена, потому что у нас есть и специальная машина для этого. И поэтому и парный старт, то есть и не одна лыжня, их даже несколько. И, кстати, и на финише, и на старте также все продумано. Для 12 юных спортсменов Московской области участие в Кубке закончилось победой. Но, как это банально не звучит, говорит олимпийский чемпион Александр Легков – главное участие. Причем не только для самих участников соревнований, но и для развития спорта в целом. Сейчас они все чемпионы в своем виде возрастном. Сейчас нельзя сравнивать кто-то лучше, кто-то хуже. Они все лучшие, у них у всех получаются, как и класчика, так и коньком. Поэтому нужно дальше сделать так, чтобы у них было желание. И просто идти лет до 15, до 16, и просто получать от этого удовольствие. А уже дальше можно разговаривать про профессиональный спорт и уже за результатом. Очередной этап Кубка Московской области завершен. У юных спортсменов есть время сделать работу над ошибками, чтобы на следующих соревнованиях улучшить свой результат. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова